Когда я пишу музыку, то следую пути смычка. Так иносказательно и романтично говорит Йоргас Калудис, один из самых загадочных композиторов и виолончелистов современности. Впервые в Доме радио состоялся цикл концертов импровизатора из Греции. Йоргас Калудис исполняет произведение на критской лире, редчайшем смычковом инструменте, возможности которого музыканты следуют больше 15 лет. Этот инструмент можно назвать двоюродным братом древнего русского инструмента гудок. И древняя техника игры заключается в том, что вы прикладываете ноготь сбоку. Пальцами нужно попадать между струн. Традиционно критская лира имеет три струны — ля, ре и соль. Но я, как все виолончелисты, люблю музыку Себастьяна Баха, его гениальные сюиты. И чтобы на критской лире зазвучали его произведения, мне пришлось добавить струну, ведь Бах писал для четырехструнного инструмента. На завершающем четвертом концерте прозвучали произведения собственного сочинения для лиры и виолончели. Особый тембр критской лиры Калудис обогатил электроникой, и извлекаемые звуки эхом накладываются друг на друга, создавая эффект и реальности происходящего. У лиры архаичное звучание, потому что она является предком всех струнных инструментов в Европе. Содержит тот ДНК, который передался в дальнейшем всем смычковым инструментам. Лира в моих руках совершила путешествие еще глубже, к своим корням, через ренессанс к средневековой музыке. Извлекая звуки, композитор прибегает к необычным способам, например, стуча по колкам и деке, и даже проводя шпилем музыкального инструмента по ребристой поверхности. Калудис считает этот процесс духовным поиском и способом исцеления. Он называет себя художником, работающим с музыкальной палитрой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова